Здравствуйте! Тема сегодняшнего разговора Грунты для рассады огурцов Я думаю, что все со мной согласятся, что хорошо подобранный качественный грунт Это залог хорошей рассады Итак, что вы должны помнить о том, как вы придете в магазин? Что вы должны точно знать? Возьмите мешок в руку Первое, что вы должны увидеть, что мешок должен быть не слишком тяжелый и не слишком легкий Дальше Мешок должен содержать сопроводительную информацию Значит, здесь должно быть указан обязательно производитель Где мешок, какой производитель сделал Далее В составе должно быть не менее двух сортов торфа Дальше Обязательно должны быть раскислители Это доломитовая мука Обязательно должны разрыхлить или быть песок или вермакулит Очень хорошо, если грунт содержит дополнительные питательные вещества И, конечно, основные компоненты, это как азот, фосфор, калий, должны содержаться обязательно в грунте Все это должно содержаться вот здесь, на задней стороне пакета Дальше, я думаю, что вы все знаете, что грунт для рассады должен быть воздухопроницаемый, влагопроницаемый Это основные условия Сейчас я расскажу вам об основных производителях грунтов для рассады Итак, это фаска, гера и лама тор Что я еще хочу сказать Когда вы покупаете мешок с грунтом, прочитав всю аннотацию, конечно, было бы прекрасно, если ваш грунт содержал еще дополнительные питательные вещества Сейчас покажу Вот смотрите, видите, то есть написано озерного сопровеля Это вообще приветствуется Что такое озерный сопровель? Кстати, вот у нас гера в этом году вот такой вот произвел грунт с озерным сопровелем Грунт, на самом деле, получился достаточно хороший Озерный сопровель, ну, по-русски сказать, это ил с дна, питательный То есть, пользу ила все знают Растения, молодые растишки, не придется вам подкармливать дополнительными питательными веществами А также и стимуляторами роста То есть, в этом сопровеле содержится все самое необходимое Вот это, конечно, приветствуется, если будет у вас в этом грунте Дальше Это вот я сейчас начинаю обзор вам про геру У геры появился еще один грунт, который, ну, тоже получает на рынке достаточно высокую оценку Это грунт 3D Он универсального назначения Вы можете его использовать как для рассады, так для цветов Ну, и для других требований Дальше Вот такой тоже грунт Достаточно известный Он просто называется для рассады Тоже здесь он содержит озерный сопровель Почти во всех у них содержится он То есть, вот это, это плюс геры Потом в дальнейшем мы проведем эксперимент Вот уже мешочек я открыла Мне просто любопытно стало Мы сделаем с вами тест Проверим каждый грунт на впитываемость, на состав Посмотрим его, какие включения в нем содержатся или не содержатся То есть, опытным путем мы придем к тому самому лучшему грунту Дальше Еще следующий производитель Это фаска Ну, на самом деле Нарекания по фаску в последнее время Ну, не то, что нареканий Но замечаний, что Содержится достаточно много мусора Палочек, веточек, камней Ну, каких-то ненужных вкраплений Которые, в общем-то, в принципе, для рассады не нужно Мы в этом с вами тоже сейчас убедимся путем открывания У каждого производителя есть грунт, который рассчитан на разный кошелек Чем меньше биологических веществ И скуднее состав Ну, не скуднее, наверное, попроще состав Тем меньше ценовой ряд Помните об этом И, конечно, еще один производитель Который тоже заслуживает внимания Это Лама Тор Ну, вот, наверное, на рынке сейчас Почетное первое место разделили два вот этих производителя Это вот Гера и Лама Торф Здесь у них тоже, как я сказала Есть грунты, рассчитанные на разный кошелек Состав у них тоже достаточно богатый То есть, если мы читаем, то здесь все, что необходимо Два вида торфа, все микроэлементы Ну, и разрыхлитель обязательно добавлены То есть, состав очень хороший Давайте мы с вами все-таки проведем эксперимент Каждый мешочек откроем Засыпем землю Посмотрим, из чего она состоит И проверим ее на впитываемость Итак, эксперимент Сейчас мы проверяем с вами Лама Торф Напоминаю, проверять будем на впитываемость На состав, на разные включения И вещества, которые не должны находиться в грунте Это корни, вредители и камни Итак, первый мешочек Одни из самых продаваемых Напоминаю, мешков Универсальный Четыре сезона Насыпаю в миску Смотрите Грунт достаточно рыхлый В руках, к рукам не прилипает Содержит какие-то разрыхлители или витамины Вот белые какие-то вкрапления Что очень приветствуется Дальше что? Посторонних камней Веток Я не вижу Но что я вот нахожу? Глина Дальше Это вот, конечно, минус, если честно Комочки есть В руках рассыпается достаточно быстро Ну, в принципе, в общем-то, неплохо Но Вот Глина мне не очень понравилась Для растений, конечно, бы Вот так Особенно для маленьких растишек Ну, это нежелательно Сейчас я посмотрю еще Есть ли еще такое? Нет, больше как-то не встречается Вот еще насыпаю Смотрите Грунт достаточно рыхлый Это лама торф Напоминаю, четыре сезона Дальше Вот еще глина Даже, наверное, не глина, а больше торф Какой-то Да, комком торф Да, не глина, торф Больше на торф похоже Вредителей никаких Вот здесь я не заметила Никаких веток, камней И других включений нет Следующий Богатырь Это тоже один из самых Покупаемых грунтов Грунт рассыпчатый К рукам не пристает Камушки есть В смысле Комочки есть Но они не Разминаются в руках Вот смотрите Вот Я буду все, что не должно По моему мнению Содержаться в грунте Вот сюда выкладывать Вам перед блюдечком Так Здесь вот я смотрю Вот такого вот А так В целом Грунт легкий Комков нет К рукам не пристает Вредителей нет Не вылетает, не выбегает Никто из мешка Палок нет Камней нет Комки хорошо разбиваются Я говорю Есть вот такие Вот небольшие Вот Может быть и большие Их не так много На самом деле То есть Вот я в мешке Швыряюсь Не могу сказать Что много Но есть Вот это вот Не очень есть Хорошо Так Это вот Богатырь Дальше Следующий Один тоже из любимых Это наша дача Достаем из мешка Ну могу сказать Что Здесь больше похож На чернозем Смотрите Комки Большие достаточно То есть Вот они В руках Они Ну достаточно Хорошо Разбиваются Но тем не менее Грунт по своему составу Достаточно плотный Он больше похож На садовую землю Чем на Торфяную Смотрите Камушки Крапления Дополнительные И Он достаточно тяжелый Я уже сказала Вот Вредителей Нет Бревен И веток Нет Камней Нет Есть вот такие вот Незначительные Фракции Ну это вот Наверное Единственное Что я нашла В этом мешке Так Это у нас Наша дача Лама Тор Теперь давайте Проверим Вот эти все Три грунта На впитываемость Воды Мы вот так Вот его прижмем И сейчас Польем Всех быстрее шла вода У богатыря Достаточно быстро Получилась вот такая Кашицеобразная Масса Вода уходит Всех быстрее Потом вот Огородник Следующая Тоже достаточно Быстро ушла вода Камушки Какие были Кусочки Все они Размягчились Грунт Стал однородным Ну Это вот Настоящая Мне кажется Садовая земля Получается Вот Пожалуйста Обзор я вам сделала Даже до сих пор Немножко вода стоит Это вот вам По грунтам Лама Торф Но могу сказать Что Если вы смешаете Вот эти два Грунта Получится идеальный Грунт Выбор за вами В ценовом ряду Они Достаточно доступны Итак Следующий Производитель Это Геру Которым я вам рассказывала Что здесь добавлен Озерный сапропель Смотрим Значит Первый Грунт для рассады Гера Как все пишут Один из Наверное Самых качественных Сейчас Производителей Сейчас мы в этом Убедимся На ощупь Очень приятная Земля Не комком Шелковистая Никаких Лишних Элементов Я здесь Не встретила Ни ниток Ни бревен Ни камней Еще достану Смотрите Земля Вот то Что надо Она И не слишком Легкая И не слишком Тяжелая Ну Золотая середина Вот я ее Прижимаю Смотрите Мне нравится Для рассады Биогрунт Озерный сапропель Это очень важно Сапропель Дальше Рассада Которая Специализированная Для огурцов И кабачков Она должна быть Самая рыхлая Смотрим Да Вот это Еще нежнее Земля То есть Видимо Здесь Сторфа Побольше Очень приятно Это уже На ощупь Здесь вот Камыш Встретился Комочек Ну смотрите Так Настолько Легко Он разбивается В руках Что просто Песня Тоже Никаких Дополнительных Включений Нет Никакие вредители Из мешка Не выползли Не вылетели Это для огурцов Смотрите Я ее Уплотняю Уплотняется Хорошо Не сухая Достаточно Влажная Ну вот Честно говоря Вот то что надо Причем Вот я не рекламу Создаю я Просто вот Рассказываю Честно вам О том Что я вижу В этих мешочках Следующий Один из самых Популярных Грунтов Универсального Назначения Это вот этот 3D Его очень любят Граждане По составу По составу похож Вот на эти 2 Тоже Достаточно Легкая Земля Но вот это Самая Легкая Вот это Вот средняя Вот это Наверное Из этих Всех Немного Потяжелее Здесь Торфа Поменьше Никаких Грубых Включений Не вижу Вырезители Тоже Не вылетели Никаких Ни камушек Ни веточек Ничего Такого Я не нашла Нет Ничего Нет Смотрите Земля Хорошо Прессуется Скажем Так Она Из этих Трех Ну Действительно Универсальная То есть Она такая Более Плотная Подойдет И для цветов И для рассады Земля Отличная Пять способов Сейчас мы ее Польем И увидим Что получилось Итак Льем Достаточно Быстро Ушла вода Очень Результат Одинаковый Да И так Всех Быстрее Шла Вода Вот У этого Грунта Ну Как я Сказала То есть Он Более Такой Плотный Но Тем не менее Вода Ушла Почти Мгновенно Вот У этих Чуть Чуть Подольше Но Тем не менее Смотрите Никаких Ни застоев Ничего Нет Грунт Даже Если Было Что Какой Камушки Где-то Мелкие Все Это Расправилось Вот Что У нас Получилось Так Что Выбор За Вами Так Обзор Третьего Производителя Фаско На рынке Он давно Пишет Про него Много И Разное Будем Смотреть Известный Грунт Крепыш F1 Это Как раз Для Гибридов То Что У нас Почти Все Семена Являются Гибридами Достаю Ну Вот Смотрите Сами Значит Содержатся Какие-то Влагоудерживающие Компоненты Много Вот Такой Мочалки Непонятного Происхождения Травяной Вот Она Смотрите Из одной Горсти Которую Я достала Есть Камушки Не Камушки Кусочки Такие Которые Мне тяжело Их Разбить Вот Такие Грунт Получается Достаточно Вот Превнышки Грунт Такой Достаточно Я считаю Что Суховат На мой Вгляд Вот Смотрите Это Вот С одной Горсти Все Что Вот Я Вам Положила Достаём Ещё Как В лото Не Знаешь Что Достанешь Из мешка Ну Вот Смотрите Вот Такие Камни Они Даже Не Камни Какие То Просто Кусочки Которые Достаточно Вот Такого Состава Какого Непонятного Скорее Всего Это Торф Наверное Камни Ну Пожалуй Наверное Вот Все В принципе Ну Вот Смотрите С одного С две Гурти Сколько Я Нашла Элементов Которые В принципе Для Рассады Будет Ну Скажем Так Не Очень Хорошо Ну Смотрите Выбор За вами Но Зато Это Ф1 Так Уплотняем Его По структуре Да Хочу сказать По структуре Земля Средней Рыхлости К рукам Не липнет Вот Руки Мои Сухие Дальше Вредители Никакие Не вылетели Не Выползли То есть Плюсы Вот эти Минусы Вот На столе Следующий Тоже Очень Распространенный Грунт Любимый Грунт Огородник Он Универсального Назначения Его Любят Достаем Ну Вот Сразу Здесь Более Плотный Грунт И Более Похож На Садовую Землю Есть Какие-то Вот Такие Вкрапления Еще Достаем Вот Такие Куски В руках Разминаются Достаточно Хорошо Вот Что У нас Получилось Это Вот Как раз Огородник Так По составу Более Плотная Земля Более Скажем Так Она Жестче На ощупь Приминается Достаточно Хорошо Вот Что Получилось Следующий Крепыш Тоже Он Достаточно Известный Покупаемый Любимый Достаем Ну Могу Сказать Здесь Вообще Очень Много Комков Попробуем Их Размять То есть Нужно Приложить Усилие Земля Чувствуется Песок Вкрапления Ненужных Здесь Вообще Нет Я Не вижу Ни Палочек Ни 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 Кусочков То есть Вот это Вообще Похоже Очень На Садовую Землю Такая Как У меня На Садовом Участке Достаточно Рыхлая Плотная Прям Вот Настоящая Садовая Земля Причем Хорошего Такого Качества Ну Да Нет Ничего Больше Такого Не Нашла Уплотняется Хорошо Смотрите Какая Структура Творожистая Немножко Смотрите Что самое Интересное Я могу Сказать На ощупь Я бы Во все Эти Грунты Добавила Б Песка Или Какого Другого Разрыхлителя Добавила Б Торфа И В принципе Она Достаточно Недорогая Эта земля Для Рассады Можно Использовать Могу Сказать Что Ни Из Одного Мешка У нас Не Было Не Выплз Ни Один Невредитель Не Вылетел То Есть Вот Таких Явных Нарушений Не Было Сейчас Польем Ее Вот Эти Два Грунта Огородник И Крепыш Достаточно Быстро Впитали Воду Как Хорошая Земля Вот Обычная Хорошая Земля Вот Здесь В Крепыше Который Не Ф1 Обычный Крепыш Немного Процесс Спитывания Шел Дольше Земля У нас Получилась Такая На Ощипь Ну Вот На мой Взгляд Она Тяжеловата Для Рассады Вот Честно Говоря Я бы Ее Не Взяла Потому Что Она Чересчур Плотная Вот Это Больше Помягче Земля Вот Видите То есть Даже На Ощипь Вот Я Трогаю Вот Видно Что Она Так Больше Прорыхляется Чем Вот Эти Вот Видите Более Плотные То есть Прожать Я Ее Не Могу Итак Давайте Теперь Подведем Итог Нашего Эксперимента Первое Почетное Место Я Отдаю Всецело Это Гера Производителю Гера Второе Почетное Место Ну Или Даже Можно Их Поставить На одном Почетном Месте На первом Это Конечно Лама Торф Они Молодцы Грунты У них Действительно Хорошие Качественные То есть Смотрите Я вам Рассказала Что там Есть Несколько Видов То есть На любой Кошелек Ну И третье Место Я Отдаю Фаско Смотрите Все Вот Все Перед Вами Всего Вам Хорошего До Свидания